Друзья, всем привет! И по просьбам подписчиков я продолжаю игру Marvel Битва Чемпиона. В прошлых частях мы с вами добыли нового 4-х звезд ночного героя, это Гражданского Война. Ну а сегодня, я думаю, друзья, мы опять же с вами будем добывать новых персонажей. Итак, давайте-ка отправимся к кристаллам. Я уже накопил достаточно осколков, чтобы прикупить новых героев. И сразу же, друзья, давайте-ка отправимся с вами за кристаллом трехзвездочного героя. Отлично! Итак, переведем и посмотрим, какой же персонаж нам выпадет в новом году. И этот новый персонаж, это вот какой-то демон. Итак, что же это за монстр? И это Мефисто. Вот я не знаю, что это за персонаж, что-то я такого даже не в курсе. Но выглядит он неплохо. Ну что ж, здорово, друзья. Итак, я думаю, нужно будет его прокачать. Давайте-ка мы еще попробуем добыть новых кристаллов. Итак, вот приветствую нового героя. Кроме того, друзья, у нас в особых кристаллах есть, опять же, особый герой. Итак, давайте-ка откроем и поприветствуем. Итак, тоже это. Вот, итак, неудачно я открыл, неудачно я открыл. И это у нас, не знаю кто, сейчас мы этого посмотрим. Итак, давайте-ка я открою еще одного кристалла, особого. Вот, правда, я уже его перекину. Вот, и посмотрим, что же это за процесс и что же это за герой. Итак, останавливаем кристалл и очередной, и новый герой. И это у нас сейчас мы посмотрим. Итак, друзья, приветствую вам Корга. Что ж, здорово. Итак, три новых героя. Давайте-ка, друзья, я их сейчас прокачаю. А потом с вами уже, вот еще, благодаря осколкам, посмотрим, какие герои выпадут. И пойдем с вами в сражение в миссии. Ну что ж, давайте-ка я закрою. И посмотрим, что же это за герой. Итак, сразу же перейдем к улучшениям. И да, вот нужен совет, кто из этих героев самый крутой. До кого стоит стратить ресурсы. Дальше прокачку. Ну а сейчас давайте-ка найдем тех троих героев, которые нам выпали. И да, в прошлых частях у нас же появился Капитан Америка. Вот, ну а сейчас давайте-ка посмотрим, что это за героиня. Это у нас домино. Вот, стоит, не стоит ее прокачивать. Трудно сказать. Давайте-ка посмотрим, как она смотрится. Вот, вот такой вот прикольный персонаж. Хотя, друзья, давайте-ка мы его сделаем, наверное, так. Вот, прокачаем тех героев, которые на больше наберут ингредиентов. Вот, рейтинг. Поэтому, и, конечно же, в следующих сериях я буду прокачивать, согласно ваших отзывах и комментариях. Итак, кто из этих героев самый крутой, я не знаю. Но, наверное, сегодня давайте-ка мы прокачаем тех, у кого будет больше рейтинг. Тех, которые у меня еще не прокачены. Ну, а сейчас все же давайте-ка я вернусь к кристаллам и посмотрим, каких еще героев мы сегодня добудем. Возможно, у нас появится шанс взять нового четырехзвездочного героя. Итак, у меня есть вот кристалл трехзвездочного героя, которого мы можем приобрести. Надеюсь, что-то интересное выпадет. Было бы здорово, чтобы попал четырехзвездочный, но шанс очень мелкий. Итак, нет, это только кристалл трехзвездочных героев. И у нас новый герой. И у нас новый герой. И это женщина Халк. Ну, первый раз слышу о таком герое. Тем не менее, вот сегодня у нас он попал. Что ж, неплохо. Итак, закрываю. И давайте-ка вернемся к кристаллам и посмотрим, что еще выпадет из других престижных кристаллов. Итак, у нас есть возможность приобрести пять кристаллов. Ну и давайте-ка я понемножку их буду открывать. Смотреть, кто же из героев у нас достанется для нас. Итак, пытаюсь, пытаюсь я открыть, выбить нового четырехзвездочного героя. И пока как-то неудачно. Вот попадает двухзвездочный герой. Но смотрите, вот какой прикольный гильотина. Вот, крутой, конечно же, был меч. Итак, пробуем очередной кристалл. И надеюсь, что-то интересное из него выпадет. Сразу же пытаюсь открыть. С надеждой, что удастся выпадить. И да, друзья, удача, удача. И у нас новый четырехзвездочный герой. Вот, Таскмен, по-моему. Что-то я не успел даже прочитать. Итак, что же это за герой? Давайте-ка посмотрим. Итак, ну сейчас, я думаю, мы посмотрим еще других кристаллов. Но то, что у нас появился новый четырехзвездочный герой, это круто. Вот, наверное, мы все бросим ресурсы, чтобы его прокачать. А пока я открываю. Итак, смотрите, вот подсказка от подписчиков, что сразу же пытаться открыть кристалл. Очень здорово сработало и попал четырехзвездочный герой. Вот, к сожалению, вот дальше, видите, я не использовал эту подсказку. И ничего хорошего не выпало. Ну что ж, давайте-ка еще попробую взять очередной кристалл. Вот, и сразу же кликнуть. Возможно, выпадет какой-то интересный герой. Итак, вот, перетаскиваем кристалл. Ай-яй-яй, друзья, сразу же нужно было кликнуть. Ну, тем не менее, вот, кликаю-кликаю. И, надеюсь, что-то интересное все же попадет. Итак, что же у нас попал? Человек-муравей, но, по-моему, он уже у меня есть на две звездочки. Что ж, наверное, лимит удачи сегодня уже исчерпан. Остается у нас только один кристалл. Я сразу же пытаюсь его кликнуть. И посмотрим, что же интересно выпадет. Кстати, вы видели, был четверокзвездочный вином. Но, опять же, удача нам не улыбнулась. Попался Ронан, но у нас, насколько помню, уже есть открыт. Ну, пока как-то вот так. Итак, по-моему, с кристаллами у меня все. Возможно, остался один или два кристалла. Вот, удалось нам добрать ИСа-8, что здорово. Радует. Итак, посмотрим, остались ли у меня кристаллы. Да, есть, друзья. Есть возможность еще купить три престижных кристалла. Давайте-ка я вот куплю одного. И сразу же попытаюсь его активировать. Итак, что же, что же интересного выпадет. И пока как-то неудачно. Вот попал двухзвездочный герой. Но я считаю то, что попал... Ага, вот железный кулак. Это, конечно же, неплохо. Он удваивается. Получаем награду ИСа-8 и другие ингредиенты. Что здорово радует. Ну, конечно же, я был бы более рад, если бы попал вот четырехзвездочный герой. Но, как видите, пока как-то не очень. Итак, открываем престижный кристалл. И сразу же я попытаюсь его активировать. Итак, подкликаю, кликаю, кликаю. Вот с надеждой, что удастся выбить нового персонажа. Итак, что же, что же и кто же. И это Росомаха на две звездочки. Но, по-моему, он у меня тоже есть. И он просто улучшается. Да. Вот. Способность Юлисилина. Ну, что же. Конечно, тоже неплохо. Вот. Удается нам собрать ИСа-8. Ну, и, по-моему, вот все, что я мог, я вот сейчас сделал. Вот. Хотя, по-моему, в кристаллах что-то подсвечивается. Что, кстати, подсвечивается. Ага. И да, друзья. У нас набралось ингредиентов, что купить одного из четырехзвездочных героев. Я сразу же его кликну. И смотрите, какой хороший выбор. Целая куча персонажей. И сейчас мы посмотрим. И сегодня, вот даже неожиданно для меня, у нас появилось два героя. Я почему-то, вот, кристалл не остановится. Хотя, я его, по-моему, кликал. Итак, тоже у нас появится какой же новый четырехзвездочный герой. И это вот какая-то голубая обезьяна. Кто это? Кто это? Это зверь. Ну, что ж. Супер. Итак, друзья. У меня сегодня два новых персонажа на четыре звездочки. Ну, что ж. Просто чудесно. Просто чудесно. Итак, давайте-ка, вот, вернемся к героям. Вот. И попытаемся прокачать вот этих двоих четырехзвездочных героев. Вот. И, кроме того, вот, хотелось бы мне еще, вот, протестировать сражения. Сейчас мы это все сделаем. Ну, конечно же, вначале давайте-ка прокачаем. Итак, вот он. Таскмастер. Вот такой вот жуткий череп. Сейчас мы его прокачаем. Итак, для его прокачки нужны вот такие вот особые ИСа. И сразу же поднимается на десятый, вот, на десять уровней. Вот. Ну, что ж. Давайте-ка я потрачу все, что возможно. Вот. Ага. Вот так. Ну, и прокачаем нашего, вот, этого, вот, Таскмастера. Вот. Кстати, крутой он и боец не крутой, кто в курсе, но выглядит жутко. Вот. По-моему, довольно-таки прикольный персонаж. Сейчас мы его протестируем. Интересно, на какое он место. И да, смотрите, он набирает наибольшее количество очков и прорывается, вот, по количеству силы на первое место. У меня, что ж, неплохо. А сейчас давайте-ка прокачаем зверя. Вот интересно, какие ИСа нужны для него. А для него нужны желтенькие. И я пока трачу все желтые ИСа, но, в принципе, очень слабо он поднимается по уровню. Ничего страшного. Давайте-ка я потрачу все, что у меня есть. И еще, возможно, из сундука что-то добудем. Вот, кстати, голубые пока давайте-ка я не буду тратить. Вот только серые использую и желтые. Итак, повышение уровня. Отлично. Вот здорово. Удалось повысить до третьего уровня. Давайте-ка посмотрим, что здесь у нас в сундуке. Вот, отлично, отлично, отлично. Итак, давайте-ка заберем в первую очередь. Вот, отлично. И получим, опять же, постараемся забрать все, что есть. Здорово. Ну что ж, возвращаемся назад. И давайте-ка я посмотрю, где же желтые ИСа, чтобы поднять на более высокий уровень. Ну что ж, все, что мог, я делаю. Ну, вот, попытаюсь поднять его на еще более высокий уровень. Вот, на десятый. И так пробую. Вот, а ну-ка, вот так. Вот так. Нет, нужно будет, конечно же, что-то использовать. Вот, а ну-ка, вот так. Так, да, а если что-то убрать, чтобы лишние ИСа не тратить, ну, придется все же, придется использовать. Ну что же. Итак, прокачиваем зверя до максимального уровня. Ну что ж, здорово, друзья. Ничего себе. Вот, у нас уже круто прокачаны четыре героя. Вот, зверь сейчас на третьем месте. Но, мне кажется, это довольно-таки неплохо. Итак, давайте-ка посмотрим. Хватает пока ингредиентов еще прокачать кого-то из трех звездочных героев. И да, друзья. У меня собраны ингредиенты, чтобы прокачать кого-то из двух звездочных героев на третью звездочку. Нужен ваш совет кого прокачивать. А сейчас давайте-ка я прокачаю кого-то из трех звездочных героев. И пусть это будет железный человек. Почему-то он у меня не прокачан. Вот, это у нас железный человек. Вот, какой-то другой. Вот, и сейчас я его попытаюсь поднять на более высокий уровень. Ага, вот странно. Ага, я его не докачал. У меня не хватило было ингредиентов, чтобы его докачать. Вот, но сейчас мы его улучшим все же. Вот так. Вот, неплохо. Вот, по-моему, по железному человеку я все мог сделать. А теперь давайте-ка еще улучшим Капитана Америку. Вот, попытаюсь его. Опять же, в прошлой части мне не хватило его, чтобы прокачать. До максимума. Ну, сейчас, надеюсь, вот этих ингредиентов у нас хватит. Итак, да. Вот, удается прокачать и Капитана Америку. Вот, Война Бесконечности до максимального уровня. Итак, кто же у нас еще из героев? Вот, на которых стоит тратить ингредиенты. Давайте-ка я посмотрю. Вот, довольно-таки высокого уровня. Вот, Стража, по-моему, я прокачивал. Вот, смотрю. Возможно, все же из этих новых персонажей кого-то прокачать. Вот, буду ждать, друзья, от вас отзывов в комментариях. То ли Домельно, то ли Мефисто, то ли вот Корга. Вот, что тоже довольно-таки неплохо. Кто из этих персонажей достаточно крут. Вот, трудно сказать. Ну, хотя давайте-ка я пока-пока кого-то из этих персонажей все же прокачаю. Вот, кстати, фиолетовые кристаллики для этого нужны. Вот, правда, очень слабо поднимаются. Но, как-то вот так я его, думаю, прокачаю. Вот, остается у нас зелененький и вот еще голубой кристалл. Вот, возможно, кого-то из этих героев я смогу прокачать. Вот, кстати, кто у нас из этих персонажей. Женщина Халк. Да, вот, по-моему, для нее нужны зеленые ингредиенты. И я ее прокачиваю, видите, сразу же на девятый уровень. Пусть побудет. Посмотрим ее в боях. И вот еще с голубым ингредиентом. Кого я смогу прокачать. Ну, возможно, друзья, давайте-ка вот воспользуемся и попробуем покарокачать вот железного патриота. Мне кажется, это тоже будет неплохой экземпляр. Итак, могу его прокачать довольно-таки высоко. Хотя, возможно, железный звездный лорд тоже неплохой вот вариант. Давайте-ка, наверное, все же я потрачу на железного лорда. Вот. Ну что ж, с героем мы разобрались. Всех, кого, возможно, мне удалось прокачать. А сейчас давайте-ка отправимся с вами в битву. Вот, мне кажется, немножко долго мы с вами затянули в прокачке. Но этого стоило, чтобы прокачать наших персонажей. Вот. А теперь давайте-ка отправимся с вами по сценарию. Вот, в прошлых частях мы уже с вами и прошли по первой главе довольно-таки неплохо. Вот, по первому акту. И сейчас уже в четвертой финальной главе. Причем, друзья, сегодня уже пройдем шестую миссию четвертой главы. Злоба. А в следующем видео уже пойдем с вами на акт 2. Ну что ж. Итак, вперед, друзья. Давайте-ка возьмем новых персонажей, которых сегодня еще у нас не было. Итак, давайте-ка составим компанию. Вот, составим. Это у нас команда из прошлого видео. Довольно-таки крутая. Вот, капитан Америка, железный человек. Ну а сейчас давайте-ка создаем нашу команду. Итак, конечно же, друзья, первым делом давайте-ка я возьму вот этого тактаскмастера. Вот, попытаем, посмотрим его в бою. Вместо вот капитана Америки Война Бесконечности возьмем зверя. Вот, кого мы еще из героя прокачали. Давайте-ка я посмотрю. Вот, давайте-ка возьмем этого Мефиста. Не знаю, что это за герой, что он себя представляет. И женщину Халка. Мне кажется, так будет тоже довольно-таки здорово и интересно. Ну что ж, и буду ждать от вас ваших составов для следующего видео. Ну а пока в бой. Смотрите, какая прикольная у нас получилась команда. Надеюсь, этого хватит, чтобы нам победить. Вот, интересно. Как будет сражаться этими персонажами? Ну, пока в бой. Итак, начинаем битву. Вам обоим предстоит ознакомиться с некоторыми моими хранилищами. Вот, коллекционер. Я требую ответов, и я их получу. Ну же, Канг. Не торопись так. Я уверен, что эти неизведанные покои содержат вещи весьма привлекательные и гнусные. Что ж, друзья, в бой. Итак, вперед. Давайте-ка сразимся. И у нас... Я случайно, наверное, пропустил диалог. Ну, пока вот у нас битва с Гаморой. Итак, у кого есть преимущество? И преимущество есть у Мефисто. Вот. Что ж, интересный бой, мне кажется, должен получиться. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Вот, что это за персонаж, как он будет сражаться, без понятия. Но, мне кажется, это будет здорово. Ну, что ж, идет загрузка. А сейчас мы попробуем Мефисто в бою. Итак, сразу же в защиту. Отлично. Ой-ой-ой, друзья. И Гамора пробивает защиту. Ну, и сейчас я Мефисто попробую. Ох, ничего себе, как здорово. Наносит удары хлыстами. А сейчас вот особый удар. Ничего себе. Вот, как здорово нанес повреждение. Я в шоке. Итак, почему-то... Вот, гамора какая шутенькая. Ну, давайте-ка я наберу две единицы шкалы. А потом ударю по гаморе. Итак, еще нужен удар немножко. И давайте-ка. Вот, а ну-ка, вот. Да, вот. Вторая звездочка. И гамора выживает. Ну, надеюсь, что сейчас он его добьет. Итак, крут. Крут. Мефисто мне очень здорово понравился. Очень крутой хлыст. Нанес я 25 ударов. Вот, получил 19. Вот, результат, конечно же, можно было ожидать лучше. Тем не менее, Мефисто мне здорово понравился. Очень крутой оказался боец. Вот, неплохой бой. И мы идем с вами дальше. Итак, есть возможность пойти вправо, влево, либо по центру. Трудно сказать, где лучше маршрут. Ну, давайте-ка я пойду пока по центру. Итак, вперед. Вот, кстати, есть возможность сразиться с Железным Человеком. Вот, ну, трудно сказать, где лучше. Ну, пока давайте-ка как-то так. Итак, засада нас встречает, вот, адаптует. Ну, надеюсь, что наш герой справится. Итак, у кого из героев есть преимущество? Непонятно. Ну, пока давайте-ка я испытаю женщину Халка. Вот, нового персонажа, которого добавили разработчики. Вот, и посмотрим, как она будет сражаться в бою. Итак, защиту. Не хочет враг атаковать, тогда мы атакуем. Вот, вот, по-моему, она немножко подрастает во время боя. Ах ты, вредина, вот такой шустренький оказался. Отлично, отлично. Ах ты, пробивай защиту. Ну, и наша Халк, женщина, атакует двумя ногами. Оказался, неплохой удар. Ах ты, вредина, пробивай, пробивай. Защиту не успевай контратаковать. Вот, продолжай атаковать. Ох, ничего себе. Он, вот, вот, да, да, удалось, друзья, пробить. И, надеюсь, вот, добивающий удар ногами. И враг побежит. Ты, вредина, какой шустренький оказался. Досталось нашей Гаморе. Оставался один удар. И, ну, тем не менее, нам удалось победить. Вот, неплохая победа. 19 на 9. Но, вот, последних сражений я в бою, вот, немножко досталось нашей девушке. Ну, как-то вот так. Что ж, вперед, друзья. Вперед, очередная битва. Вот, интересно, у кого из героев будет преимущество. И, сейчас мы это посмотрим. Итак, вот, кто это из персонажей, не помню. Ну, сейчас посмотрим. Итак, колосс, колосс. И, вот, против колосса сейчас я поставлю зверя. Вот, команда монстров. Вот, выглядит круто. Ну, в принципе, колосс это не монстр. Это, по-моему, персонаж из людей Икс. Вот, с железной броней. Ох, смотрите, как здорово. Зверь идет в атаку. И сразу же защиту не хочет идти. А мы пытаемся защитить. Ах, пробивает. Пробивает вредно защиту. Вот, отлично. Давайте-ка я блокирую. И хочет атаковать. Тогда вот наш блок. Отлично. И, вот, я уже атакую. И удар. Ах, ты вредина. Вот, а ну-ка. Вот, да. Удар двумя ногами. Продолжаем атаку. Вот, здорово. Держим. Удар. Ах, ты вредина. Пробивает, пробивает мою защиту. А если вот так. Отлично. Удар с разворота. Вот. Буду теперь накапливать энергию, чтобы воспользоваться вот ударом. Отлично. Идем, ждем, ждем. И вот так. Да, удалось контратаковать. Наносим удары. Вот, отлично. Пытался пробить наш блок. И это ему не удалось. Ну, а я буду пытаться накапливать две единицы энергии. Вот сейчас. Да, есть, 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 есть. И вот. Вот такая вот комбинация удара и победа. Колосс уничтожен нашим зверем. Вот. А теперь зверь может себе спокойненько почитать. А вот. Ну, по-моему, довольно-таки неплохой, забавный персонаж. Все довольно-таки здорово у нас получилось. И мы идем с вами дальше. Итак, идем дальше. И давайте-ка посмотрим, кто из персонажей сейчас у нас появится. Ага, есть возможность пойти вправо, пойти влево. Вот трудно сказать, куда лучше. Давайте-ка я пока пойду по леву. Вот возьму сундук. И причем есть возможность сразиться с Дэдпулом. Итак, против Дэдпула. Кого мы поставим против Дэдпула? А давайте-ка, друзья, я поставлю вот Таскмастера. У Дэдпула, конечно же, повышен урон. У Таскмастера уменьшен. Меньше, но вот это будет круто. Битва на мечах. Мне кажется, это будет здорово. Вот, вперед. Дэдпул против Таскмастера. Вот, отлично. И так, сразу же в защиту. Не хочет атаковать Дэдпул. Дэдпул, вот тогда будет атаковать наш... Вот, отлично. Итак, наша атака. Вот, отлично. Не хочет атаковать, тогда будет атаковать. Ух ты, вредно. Прошел его удары. Отлично. И сейчас удар нашего Таскмастера. Ох, неплохо. Ничего себе. Вот, будете сейчас накапливать единицы энергии. Ах, вот поймал нашего Таскмастера. Тем не менее, вот... Какой шустренький. И так, вот, друзья, я случайно выбил игру. Но, надеюсь, что сейчас мы ее возобновим. И так, возобновить. Возобновить бой. Вот, пытаюсь я, друзья, сейчас набить вторую энергию. Чтобы посмотреть, какой будет второй удар. Ну, не знаю, хватит ли жизни Дэдпула. Но, мне кажется, должно хватить. И так, давайте-ка. Отлично. И да, 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 друзья. Есть вот второй удар. И добивающий. И это победа. Дэдпул повержен. И наш Тагмастер победитель. Ну, вот, довольно-таки крутой склет. Вот, неплохо победил мак. И у нас 27 ударов на вражеские 11 Дэдпула. Вот. Ну, что ж, герой мне понравился. Вот, довольно-таки оказался крут, неплох. И так, идем, друзья, с вами дальше. Вот, и на встречу с Тором, насколько я помню. Да, я должен завладеть той нетронутой силой, о которой говорил коллекционер. Вот. Ну, что ж, вперед. Вот, и так, встреча с Тором. Кто у нашего из героев будет преимущество? Давайте-ка посмотрим. Ага. У, вот, у Мефисто есть преимущество. Ну, что ж, пусть Мефисто атакует, но его надо немножко подлечить. Давайте-ка я ему подлечу. Вот так. Отлично. И отправимся в бой. Вот, отправимся в бой. Вот. И посмотрим, удастся ли ему, Мефисто, победить Тора. Ну, Мефисто мне понравился. Очень прикольные удары. Вот, огненным хлыстом. Вот, я уже испробовал две его способности. Вот, было бы пробовать, прикольно попробовать еще третий удар. Вот так, да-да-да-да-да-да-да. Вот, отлично. Вот, отлично. И давайте-ка я буду пока собирать энергию для третьего удара. Вот, отлично. Ух ты, вредина. Прошла его защита. Отлично. Вот, пока держим удары. Отлично. Есть уже две ступени я набрал. Ух ты, какой шустренький. Ой-ой-ой, эх ты, пробивает, пробивает защиту. Вот, и еще, друзья, мне... Да, есть, 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 есть. Итак, ох, ничего себе. Смотрите, что делает. И я в шоке. Вот такой вот крутой удар. И вот как досталось нашему Тору. Ну что ж, ролик был крут. Ролик был крут. Ох, досталось нашему Тору. И сейчас, возможно, добивающий удар... Нет, вот, не сработал. Но еще один удар. И так вот... И так как Тор выживает, я не знаю. Ну вот, Мефисто его добивает. Ну что ж, вы видели, какой был крутой третий удар. Я просто, честно говоря, в шоке. Я, честно говоря, в шоке. Очень крутой, необычный удар. И так здорово, друзья. 28 урона удалось нанести нашему Мефисто. И мы идем с вами дальше. Прошла загрузочка. Вот, давайте-ка я перейду дальше. И посмотрю, с кем у нас здесь встреча. И это герои-чемпионы Панки. Как насчет тряхнуть битву, добавить щепотку зла. Вот. И у нас, по-моему, это встреча с каким-то злодеем. То ли снежный... А, это каратель. Это каратель. И у зверя есть преимущество. Вот, нет смысла подлечивать. Наш зверь без того, без проблем запинает этого карателя. И мне кажется, это будет здорово. И так, вперед. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. И так, защиту. А вот теперь давайте-ка... Ах ты, какой шустренький. Вот, отлично. Вот, нанес неплохо удара. Вот, ах ты, какой шустряк. Я просто в шоке. А так, давайте-ка, друзья, я еще наберу три способности нашего зверя. Вот, посмотрим, какой у него суперудар. Ох, ничего себе. Пробивает защиту этот вредный каратель. Давайте-ка я в защиту. Вот, не хочешь идти, тогда мы атакуем. Отлично. Вот, ах ты, какой шустряк. Вот, пробивает вредина защиту. Вы видите, что делает. Вот, ну, ага. Ну, ну, что ж, все ж. Давайте-ка я вот этим ударом его добью. Вот, чтобы хотя бы использовать суперудар. Ну, что ж, победа. Так, победа, неплохо справился наш зверь. И давайте-ка возьмем, идем с вами дальше. Итак, вперед. Давайте-ка посмотрим, кто из персонажей дальше у нас будет участвовать в сражении. Так, кто у нас дальше? По-моему, это какой-то черный гром, если я не ошибаюсь. Да, это черный гром. И у Мефисто есть преимущество. Ну, как-то Мефисто уже, вот, жаль тратить. Ну, вот, 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 хотя у Таскмастера и очень большое преимущество. Нет, давайте-ка, наверное, я возьму все же Мефисто. Он мне здорово понравился. Вот, подлечим его немножко. Вот, очень крутой боец оказался. Я даже не ожидал. Его огненные удары это что-то. Давайте-ка еще потестируем этого бойца, этого героя. Вот, он мне здорово понравился. Итак, в защиту. Не хочет атаковать черный гром, тогда будет атаковать Мефисто. Опять не хочет. Ну, что же, мы атакуем. И сразу же, вот, ух ты, не вредина. Ах ты, пробивает, пробивает удар и атакует. Ух ты, какой вредина оказался. Так, вот, ну что же, месть моя будет жестока. Вот, и нужно, вот, будет окарапно. Да, вот, удалось поймать. Отлично. А вот теперь еще вот так. Здорово. Пытай. Ах ты, какой шустряк. Ничего страшного. Вот, и так. Да, да, друзья. Вот, 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 сейчас я использую особые удары Мефисто. И да. Вот, добиваем черного грома. Что ж, это было круто. Вот, правда ли жизнь нашего Мефисто уже была в красной зоне. Тем не менее, вот, удалось победить черного грома. Вот, делал я несколько ошибок. Вот, все же еще не привык к этому персонажу. Тем не менее, удалось победить. Ну что ж, доходим мы с вами до Железного Лорда. Против которого сейчас и сразимся. Ха-ха-ха. Думаешь, твои чемпионы смогут восстать против меня? Конечно. Я выучил наизусть все свои любимые боевики. Давай покажи, на что способен. Итак, кто же будет сражаться против Железного Лорда? Ну, конечно же, друзья, давайте-ка я возьму вот самого нашего крутого бойца. Это Таскмастера. Вот, даже лечить его не буду. Я уверен, что он и так без проблем вот запинает Железного Лорда. Вот, попытаюсь накопить побольше вот энергии, чтобы использовать способности его в бою. Отлично. Вот так. Отлично. Вот, отлично. А только давайте-ка, друзья, я попробую пробить его атаку. И вот, ты попал, попал. Поймай нашего героя. Вот, ничего себе. Но мы тоже будем его пинать. И давайте-ка я наберу, вот, попытаюсь, по крайней мере, набрать. Вот, да, есть, есть. Сейчас наберу. Вот, и так, супер удар. Вот. Вот он, супер удар. И вот так без проблем добивает вот этого Железного Лорда. Вот, что ж, это был крутой добивающий удар. Ну, и классная победа. Вот, просто-просто великолепно. Что ж, друзья. Вот, отличнейшая победа и отличнейшее прохождение миссии. Вот, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Давайте-ка сыграем. Да, вот удалось завершить нам шестую миссию. Вот, давайте-ка вернемся с заданием. Вот, предлагают нам открыть, кстати, какие-то кристаллы. Я думаю, мы уже будем открывать в следующем видео. Вот, и у нас открывается дальше новая сюжетная линия. Призыватель должен держаться до сих пор, но теперь пора прибавить опасный треск. Вот, и у нас какая-то новая сюжетная линия. По приветствиям же новых чемпионов опасной личности, скажу я тебе, используй и с умом призыватель. Вот, что ж, здорово. Просто-просто великолепно. Очень неплохая у нас уже появилась коллекция, которую можно довольно-таки неплохо использовать в бояк. Итак, здорово, друзья. Первая глава у нас пройдена. Первый акт, прошу прощения. У нас открывается вторая глава. Эскалация. Вот, первая глава. Ну, впереди еще куча всевозможных актов. Итак, друзья, сегодня я на этом уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого герои в следующем видео тратить. Вот, ингредиенты. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Продолжение следует...